Я хотел бы начать на несколько стихов раньше, чем традиционно начинается эта недельная глава. И несмотря на то, что мы обычно, как она и начинается в Айшлаг, и послал, мы возьмем чуть раньше, Иаков пошел путем своим. А Иаков пошел путем своим. Знаете, иногда мы с вами становимся заложниками мышления категории. Плохой, добрый, хороший, злой, добрый, правильно, неправильно. Нас с детства так учили. Так поступать хорошо, так поступать нехорошо. Этот человек в кино злой, а этот человек добрый. Помните, если смотрели юмор по телевизору, когда Штирлица папа с сыном смотрит? Ну, когда-нибудь захотите, погуглите, такая смешная штучка. И когда сын спрашивает, папа, а немцы, так они хорошие или плохие? И папа так задумался, говорит, ну, в кино плохие, в жизни хорошие. То есть, ну, мы, понимаете, не всегда то, что мы считаем таковым, является таковым объективно. И когда мы открываем Писание, у нас тоже вот есть это искушение сказать, вот, Яков, пример идеального такого человека, а Исаф, он там себе на полях где-то охотился, потом брата решил еще тоже поджать. Вот он, наверное, плохой. И мы попадаем в зависимость от этих категорий. Давайте чуть-чуть посмотрим глубже. На самом деле, все Писание наполнено людьми. Людьми неоднозначными, неидеальными, такими же, как и мы с вами. И кто-то из них в определенный момент исполняет волю Божью, что получается в итоге, да, хорошо. А кто-то из них промахивается мимо. И вы знаете, это ивритское слово, промахнуться мимо цели. На русском оно звучит грех. И у Якова интересная история. Мы с детства слышали, Яков, обманщик, тоже не совсем так. Его имя переводится больше не как обманщик, а вот это слово, оно созвучно ивритскому пятка или обходной путь. И уже как вот этот обходной путь трактуют обман. Но на самом деле все упирается в пути. И поэтому мы сегодня, говоря об этой недельной главе, говорим о путях. Какими путями мы идем, какими путями шли они и куда в итоге эти пути приходят. Помните у Алисы в «Стране чудес», когда кот или кто-то, не помню, из персонажей там спрашивал, куда ты идешь. А она не знала, куда идешь, говорит, ну если не знаешь, куда ты обязательно придешь в итоге. То есть если куда-то долго идти, куда ты обязательно придешь. Вот вопрос только куда, туда ли куда ты собирался или в другое место. И вот Яков, он был человеком, знаете, умным. И умным в современном плане у него, наверное, уже много было бы стартапов. Он комбины готов был делать просто на чик-чак. Он сразу приготовил комбину, как получить первородство. Не получилось, не сработало. Пошел, убежал. Там комбина, как получить ту девушку, в которую влюблен, но оказался парень с другими комбинами напротив него, который имел свои какие-то пути, свои какие-то планы. И вот переплетаясь из всего этого, он понимает, что на самом деле пора бы вернуться. Почему пора вернуться? Потому что внутри нет вот этого шалема, наверное, целостности. Он понимает, что где-то что-то сломано, где-то что-то разбито. Я думаю, всем из нас знакомо такое чувство, когда где-то что-то не доделал, и тебя это гложет, грызет, вот такое чувство невыполненного долга. И ты потом идешь, доделываешь это, если возможно. А если невозможно, иногда такие вещи терзают нас до самого конца. И ты в конце вспоминаешь, вот где-то я там контрольную не дописал. Или где-то я там кому-то не помог, хотя обещал помочь. Или где-то там что-то не сделал. Вот такие. И у Якова это накопилось внутри. Он понимал, что ему надо быть там, где его стан, где его дом. Ему надо что-то примирить, какие-то шаги примирения. И вот он идет, и у него опять зреют комбины. У него зреет план А, план Б, как поступить. И вот он уже делает эту, знаете, историю, когда посылает перед собой стада. Сначала этих ангелов попросил пойти на разведку. И получает разведданные, что брат его хочет все-таки убить. И он посылает к брату посольство одно, другое, третье перед собою с дарами. Помните, как в том анекдоте, когда гаишник или там таможенник кто-то останавливает фуру и спрашивает водителя, у тебя в фуре что, говорит, оружие есть? А тот, говорит, подожди, достает из-под этого чемодана, открывает там автоматы все в масле. Говорит, ты что, это твое? Говорит, нет-нет, это ваше, ваше. Потом тебе, говорит, а деньги есть? Говорит, конечно, вот достает чемодан, открывает там доллары, пачки и все. Говорит, это твое? Говорит, нет-нет, это ваше, ваше. Потом, говорит, дальше там следующие драгоценности. Говорит, это твое тоже? Говорит, нет, говорит, мое в фуре там, а вот это все ваше. И вот так же и здесь он дает, Иаков посылает эти посольства. «Это твое все, это, брат, это все тебе, мое там». В станах стоит, в стане А, в стане Б, он там разделил, чтобы если вдруг на один нападут, второй убежит. То есть у него все просчитано, в голове все комбины, и тут он решает, ну, надо, наверное, подстраховаться, и хочет побыть наедине с Богом. И он отправляет всех через реку, а сам остается наедине с неизвестным. И, знаете, нам иногда нужна минута, а то и две, а то и больше наедине с неизвестным. И я помню один музыкант однажды, верующий, он рассказывал историю, как на пике популярности он уверовал, потерял эту популярность, пошел работать в школу, причем не музыкантом, а гардеробщиком. И однажды он в этой школе остался в актовом зале, увидел фортепиано, открыл его, и, говорит, в зале никого не было. Я начал играть, я, говорит, знал, что у меня есть один слушатель на небесах. И он сыграл концерт для единственного. И после этого что-то произошло в его жизни, что-то начало меняться, и он вновь обрел популярность, только уже другую, Божью популярность. И у Якова происходит такая же история. Он встречает вот этого неизвестного, он начинает с ним сражаться. Ну, послушайте, как сейчас молодежь говорит, ну, камон, да, или как там. И камон, как сражаться с Богом? Бог всегда сильнее тебя. Как сражаться с ангелом Божиим? Ну, кому такое в голову придет? Он сражается с собой. Он сражается с этим ангелом, да, но, по сути, он сражается с собой. Он сражается со своим желанием идти какими-то другими путями, потому что понимает, Зеу, хватит. Обходной путь тоже куда-то приходит. Только потом, для того, чтобы вернуться на правильный путь, приходится склеивать разбитые горшки слезами разочарования. И он в этом сражении платит цену. Травмирует бедро и начинает хромать. Хромота, опять-таки, отправляет нас к дорогам. Как мы идем, хромаем ли или нет. И это хромота, которая, в конце концов, помогает ему идти, потому что напоминает, что надо идти не просто, как я хочу, а как хочет Всевышний. И Всевышний иногда нам посылает испытания, в которых мы должны дать ответ, хотим мы идти, как он хочет, или хотим мы идти так, как мы хотим. В итоге он встречается с братом. И в сердце брата что-то происходит. Мы понимаем, что это не из-за тех даров, которые были. Дальше брат говорит, мне оно не надо вообще, оставь себе. У меня у самого хватает всего. Но из-за отношения сердца, из-за того, что делает Бог. Некоторые трактуют, что Яков там сражался с ангелом Исава. Я так не думаю. Ну, конечно, в таких вещах каждый вправе понимать, толковать, как он видит, как он чувствует. Но я думаю, что вот этой решимостью, когда он сдает тест, и его спрашивают, помните, такой же тест сдает Петр, когда Ешо его три раза спрашивает, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? И тот три раза отвечает, да. А мог бы и сказать, ты знаешь сам, я не знаю как, может быть и нет. Но вот это отношение решительности путям Божьим, за которые он заплатил цену. И потом он приходит с братом, встречаются, обнимаются, поплакали, и нам хочется сказать хэппи-энд. Но нет, они расходятся дальше, каждый своим путем в итоге. И дети Едома, дети Исава, о них Писание говорит Авдея пророка 1.18. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исава с соломой зажгут его и истребят его, и никто не останется из дома Исава, ибо Господь сделал это. То есть не все так однозначно, как нам хочется. Не все категории хороший, плохой, добрый, злой. Не все так, как вот, да, красивая картинка. Братья обнялись, плачут, простили друг друга, убрали свои какие-то элементы обиды, горькие корни. Но остался Божий план, в котором Едом остается Едомом, а Иаков остается Иаковом. И когда они расходятся дальше, от этого самого Идома происходит амалититяне, с которыми потом постоянная вражда. От него потом много-много других проблем. Но Иаков идет своим путем. И когда звучит вопрос от этого неизвестного, как имя твое, в те времена спросить, как имя твое, это все равно, что спросить, каков твой путь. Потому что как вы яхту назовете, так она и поплывет. Почему многие люди, приезжая в Израиль, бывают, меняют свое имя? Им кажется, что не так их назвали. Девушка-девушка, вас как зовут? Клава полностью, клавиатура. Современные имена или разные трактовки имен. Мы верим, что должны быть правильные пути. Ладно, имя, но тогда это было очень важно. И Бытие 32, 26, 28. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Это сказал этот ангел, с которым он боролся. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И что услышал этот ангел? Он услышал вот эти обходные пути. Он услышал в этом имени вот эти вот какие-то пятки. Хотя, и это не все так просто. Есть у этих пяток интересное значение, но это длинная история. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеком одолевать будешь. И вот это имя Израиль, мы знаем, что есть много-много-много трактовок. И вот это самое простейшее, сражающееся с Богом, это далеко не самое точное, не самое верное. Для тех, у кого ивритский слух, в отличие от меня, я таким похвастаться, к сожалению, не могу, но знаю, что для людей, выросших в еврейской среде, в еврейской культуре, в этом слове Израиль слышится многое, в том числе слышится и корень Яшар, прямо. В том числе и Сар-Эль, служитель, министр Божий, в том числе и многое-многое другое, но слышится вот это Яшар, вот это прямо, правильный путь, другой путь, иной путь, путь Иакова, путь Господень. И сегодня в наши дни многие спорят, как нам называться, христиане, мессианские, такие, другие, третьи. Знаете, что слово христианин – это экзоним, то есть не сами они себе такое имя придумали. Их так начали называть внешне. Почему? Потому что они что-то в них увидели такое. И, по сути, мишихим, мессианские, от машех, то есть увидели в вас машеха, назвали машехим. Увидели в вас по-гречески хрестуса, назвали вас христиане. Но на самом деле они себя так не называли. Они себя называли последователи пути. Последователи пути. А вот как вас назовут те, кто будут видеть ваш путь? Вот это вопрос. Назовут ли они вас теми, кто идет путем Божьим, или они вас просто, как знаете, меня относят к интеллигентным людям, но интеллигентные люди относят меня постоянно обратно? Куда, кем назовут те, кто будут видеть ваш путь? Последователи пути. И этот путь не закончен. Сколько бы ни было вам лет, где бы мы ни находились, мы все еще идем путем. С какими-то людьми нам будет по пути, и мы будем идти какое-то время вместе. С какими-то, может быть, где-то разойдутся наши пути, и не обязательно, что их путь окажется хуже нашего, или лучше нашего. Просто до этого места довел нас Господь. У нас долго была здесь надпись, да, до этого места помог нам Господь. 20 лет общения было недавно. И до этого места помог нам Господь, если мы идем тем путем, который Он доверил нам. Так давайте же смотреть за нашими путями, проверять наши пути. И если нам приходится сражаться на этих путях, задавать вопросы, может быть, мы сражаемся с самими собой, а может быть, пора не сражаться, а что-то изменить на этом перекрестке жизни, чтобы дальше пойти так, как хотел бы этого Бог. Да будет благословение со всеми нами и Его водительство на Его путях. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!